В честь Международного дня слепых в Ненецком отделении Всероссийского общества слепых прошли уже ставшие традиционными и необычные соревнования. Турнир по шашкам, в которых приняли участие инвалиды по зрению и депутаты окружного парламента. Тему продолжит Александра Литкова. Необычный шашечный турнир с участием парламентариев проводится в округе уже пятый год подряд. Соревнования почти не отличаются от обычных. Игра проходит на специальных тактильных досках. Черные клетки расположены ниже общей поверхности. Шашки тоже можно отличить на ощупь. По традиции гости мероприятия надевают свето-непроницаемые повязки для того, чтобы быть наравне с незрячими людьми. Опыт такой серьезный, который сильно помогает понять другого человека, тем более того, который не может разделить радость от того, что он видит этот мир. Ну и действительно сложнее играть. То есть одно дело, когда ты видишь доску и... Я могу ходить? Да, 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 пошло. Одно дело, когда ты видишь доску сразу и ты понимаешь, что можно сделать. Другое дело, ты должен пощупать все это, смоделировать в голове то, что ты нащупал. То есть видеть глазами. Игра в шашки вслепую для обоих сторон не только приятное времяпровождение, но и возможность обсудить в неформальной обстановке текущие проблемы общества. Одна из них – необходимость оборудования светофора на пересечении улиц 60 лет октября и рабочий звуковым сигналом и решить проблему с помещением. По идее помещения бы надо больше. Мы, конечно, писали письмо. У нас каждый год проходит конференция отчетная. И на конференции наши как-то члены выступили, чтобы все-таки подобрали какое-то помещение на первом этаже. Все-таки первый этаж – это более доступно, чем спускаться сюда вниз. Но писали мы, нам ответили, такое помещение какое. Нам же надо еще расположение, чтобы у нас расположение здесь очень хорошее для инвалидов по зрению. Вот только чтобы побольше было бы и первый этаж. Благодаря такому неформальному общению с властями округа удалось многого добиться в создании доступной среды для инвалидов по зрению, в том числе в рамках одноименной программы. Также регулярно проводятся выездные и региональные мероприятия. Но главное, как считает председатель регионального парламента Александр Лутовинов, это общение и внимание к инвалидам. Мы считаем, что обязательно необходимо нам встретиться с представителями общества, поговорить, прежде всего понять их нужды и заботы. И самое главное – еще раз пообщаться для того, чтобы посмотреть те проблемы, которые нам необходимо решать. Вообще, я скажу, что на бытовом уровне нам, наверное, всем делать надо так, чтобы в случае необходимости помочь тем, кто нуждается в нашей помощи, перейти улицу, открыть дверь, просто уделить внимание. На сегодняшний день в обществе слепых состоит 110 человек. Для них игра в шашки – одна из наиболее доступных. А такие встречи – возможность встретиться с законодательной властью региона.